и широким плёсом. Под крутым берегом реки закручивали омуты, и там внизу редко иголка раздавались длинные удары, словно падали в воду яры. На быстрину под крутой яр выходила крупная рыба. Быстро стемнело. От реки вдруг потянуло холодом. Наступил час, когда каждый звук слышался уже очень отчётливо и чисто. Председатель Василий Павлович Журавлёв, с которым мы вдвоём сумерничали у реки, высунулся в окно и долго всматривался в чёрную воду. «Темно!» — сказал я. «Что ты видишь?» Он обернулся. «Видеть, скажу тебе, парень, ничего не вижу. Человек не кошка. А слышу я достаточно много. Время вот подходит. Слушай!» «Ты ничего не слышу!» — сказал я ему где-то через минуту. «А ты лучше слушай!» — прошептал он. Темнота всё сгущалась, поднималась к окну, заполняла комнату, в которой я давно уже перестал различать надписи на плакатах и очертания вещей. Река оказалась гораздо глубже. Вот уже стало совсем тихо, и опустилась ночь. «Выйдем-ка туда!» — сказал я, показывая за окно. По небу ползла большая косматая туча. Еле пробивался сверху тихий свет. Такой тихий и слабый, что казалось, не было у него сил дойти до земли. Всё покрывала тьма. У меня над головой вдруг пронёсся, крутясь казачьим клинком, степной ветер. Словно из разрубленной пополам тучи упал в воду золотой месяц. Мне показалось, что он зазвенел, ударяясь о волну. Я сказал об этом Василию Павловичу. «Верно! А так и похоже!» — посмотрел он на меня удивлённо. Но только это звенит не месяц, а сторожок на мыревом перемёте. Мырь прилавил серебряные пуговицы Жениного Сарафана. Потому и звон такой. Я и не успел спросить у Василия Павловича, кто же такой этот мырь, хозяин сказочной снасти с серебряными пуговицами. Кто-то вздохнул глубоко и сильно над чёрной, незримой водой, и она вдруг зашумела. Я схватил Василия Павловича за руку. «Не трожь!» — горячо прошептал он. «Не дыши!» Вздох повторялся. Согнувшись, опёршись рукой о колено, Василий Павлович стоял неподвижно, полоборота, и весь ухом к реке. «Она подошла!» «Заповедная!» — пробормотал он. «Не было слыхать с той поры, а казак спит и не знает». И он вдруг потащил меня за собой и пошёл быстро, потом даже побежал. И мы понеслись в темноту задами дворов, прыгая через кочки и ямы. На моё счастье, председатель был грузен на ходу и скоро уже стал вздыхаться. «Куда бежим-то, а?» «Чего испугался?» — спросил я. «Что там было-то, а?» Василий Павлович с разбегу остановился посреди пароволка. «Испугался!» «Да ты в уме, парень!» — сказал он с достоинством и с обидой. «В своём дому!» «Кого бояться-то, а?» И, отдышавшись, он с размаху перескочил через соседний плетень, чуть не выворотив кол, за который ухватился руками. «Айда!» — закричал он. «Лезь сюда, городской житель!» Не оставаться же мне было на тёмных и пустых задах незнакомого двора. Чертыхаясь, я полез через колючий, щетинистый плетень и зацепился. Послышался треск. «Городская материя на твоих штанах!» «Городская!» — сказал я хмуро, трогая косую дыру на правой штанине. «Ты бы ещё по шипам лазил в своих коверкотах!» — сказал укоризненно Василь Палович и побежал к мазанке, бобелевшей посредине двора. Я огляделся. На белой стене отчётливо выступал силуэт перевёрнутой казачьей будары. Левая половина стены, как мне показалось, была покрыта решётчатым узором. Вскоре я заметил, что лунный свет падал на стену сквозь бредень, натянутый на колья, вбитые в крышу соседнего сеновала. Василий Палыч тем временем стучал в дверь. На стук никто не отзывался. «Фёдор, отопри!» — уговаривал Васил Палыч. «Фёдор!» «Нет тебя, Фёдор! Где ж твоё мыриное счастье?» Вдруг закричал он во весь голос. И где-то рядом, в соседнем доме, недовольно стукнула ставня. Скрипнули ступени. Стало быть, проснулись люди. «Фёдор!» Что-то на мгновение закрыло молодой месяц, пронеслось над двором и, стукнувшись в стену рядом с Василием Палычем, вдруг стало стоимя на землю, покачивая оборванным по краям голенищем. Странное и грозное появление старого добротно подшитого валенка мы встретили по-разному. Я был снова полез на плетень, но Василий Палыч спокойно уселся на глиняную заваленку и громко на весь двор сказал «Мырь! Ну, чё ты кидаешься? Эки ты хозяин-то, а?» И я увидел, что с сеновала во двор спускается человек. Холщовые его порты дергались в разные стороны, словно ничего, кроме ветра, не было в их, похожих на юбки, просторы. Таинственный мырь подошел к нам вплотную, странно расставляя ноги. Ветер расправил его спутанную русую бороду, и она ручьем сбегала вниз по белой, сшитой петухами рубашке. А где-то наверху, где кончалась борода, зажглись удивленные детские глаза. «Вася», — сказал он, — «вот не знал. Я думал, ребятишки будет. А мне песня снилась». «Песня песней», — сказал Васил Павлович, — «а валенками кидаться не следует. Мы ведь по делу». «А-а-а», — сказал он, — «за мной пришли или ко мне?» «За тобой, за тобой», — сказал Василий Павлович коротко. «Пойду переобуюсь тогда», — ответил он и ушел в сени, ни о чем больше не спрашивая. «Это и есть мырь», — спросил я. «Кто он такой?» Василий Павлович помедлил с ответом. «Хороший человек. Заслуженный. Первый рыбак по реке». «А-а», — сказал я. Из синий на двор вышел уже обутый мырь. «Посидим, что ли?» — спросил он. «Ночь, как в городском саду, теплая нынче». «Некогда, Федя», — сказал Василий Павлович. «Река ждет. Вздыхает под яром красная рыба». Федор мырь выпрямился. «Сам слыхал», — спросил он и протянул руку к Баграм. «Сам», — сказал Василий Павлович. «Вот и он тоже слышал». «Кто такой?» — спросил мырь, всматриваясь в меня. «Городской житель», — сказал Василий Павлович. «По делам из города. Охотник». «Слыхал, говоришь?» «Да», — сказал я, совсем уже ничего не понимая. «Ну, пойдем, посмотрим». Мы пошли все вместе. Под яром было все так же темно и пусто. Опершись на Багор, Федор глядел напряженно. Месяц быстро падал за высокий лес, оставляя на воде узкую золотую дорожку. Вот он опрокинулся в реку, на мелкие сверкающие осколки разбил ее темное зеркало и словно прилег на самом краю неба. В конюшне заржал жеребец. На песчаной бухарской косе звонко пропела труба. «Чапура», — сказал Василий Павлович. «Птица, хоть в гарниз ты подавай». И все снова затихло. Только сторож мырева перемета позванивал серебряными пуговицами. Но мне показалось, что и от этого звона досадливо отмахнулся мырь. В русле пересохшей старицы влево от нас завыли вдруг волки. Первым подал голос прибыл и щенок, по шакалье пролаяв свою раннюю песню. Подвизгивая и плача, откликнулись ему переярки. Густо и грозно, как раненый бык, провыл матерый и на высокой рыдающей ноте закончила свою песню волчица. Внизу под яром чуть слышно бурлила вода в омутах. Еле-еле уловимый звук, больше похожий даже на дуновение ветра, пронесся над ней и стих. «Она!» – прошептал мырь. «Она!» И он показал рукой вперед на лунную дорожку. На самой середине реки, точно оправленный в золото слоновый бивень, высился желтый мраморный треугольник. Голова рыбы. «Пришла!» – сказал Василий Палыч. «Ну?» Мэр молчал. «Зайти неводами в четыре крыла не уйдет. Ляжет здесь, в нашей ятве. Эко прорвота!» Мэр все молчал. «Говори же, а!» Тихо, словно не он опускался, а к нему прибывала вода, желтый треугольник стал уходить вниз. Без плеска и шума поднялось на волну все тело рыбы, похожей на торпеду, и так же бесшумно скрылось. Только смыкаясь, прожурчала вода. «Не бьет!» – сказал Мэр. «Икру бережет!» «Матерь!» «Икры одной будет десять пудов в такой белуге!» – сказал, волнуюсь Василий Палыч. «Бери жеребца, Федор! Гони за снастью!» «Сам ты жеребец!» – ответил с презрением Федор. «А еще и председатель! Есть тебе, что ли, нечего-то, а?» «Матерь, говорю! Матерь!» «В реку зашла икру выметать! Хозяин!» «Так ты же сам, Федор!» «Время времени стремя держит!» – сказал Мэр непонятно. Не разговаривая больше, мы пошли в поселок. Василий Палыч довел нас по тракту до самого дома Федора и простился. «Ты не думай, брат, что от жадности я!» – сказал он робко. «Охота взяла!» «Охота она сама знаешь!» «Знаешь, знаешь!» – сухо ответил Мэр и пошел впереди меня к воротам. «Погодишь?» – спросил он и показал на тесовую скамью у Плетня. «Надо мне по одному делу!» «Погоди, где же я денусь!» – сказал я, усаживаясь поудобней. «Иди, иди!» Мэр ушел. Месяца уже не было, стояла темная и глухая ночь. А я долго сидел один. Сказывалась усталость, хотелось спать, и я задремал бы, наверное. Но на той стороне дороги, в сотни шагов от меня, вдруг засветились две большие точки. Впечатления сегодняшней ночи ожили заново. Волчий вой, слышанный на яру, еще раз давался в ушах. Сидеть так просто и ждать, пока приблизятся к тебе горящие глаза, было невмоготу мне. И я решил пойти прямо к ним навстречу. На половине пути я услышал тихий разговор. А еще через десяток шагов я разглядел, что у дома напротив сидят и курят два человека. Я поздоровался. «Чей будешь?» – спросил меня седобородый высокий казак, поднимаясь со скамьи. «Агроном я, городской!» – ответил ему сидевший рядом молодой чубатый парень с перевязанной щекой. «Видел вечер в правлении тебя я. Ага, агрономишка!» «Чего не спите?» – старик опять опустился на скамейку. «Мы сидим. У Василия зубы болят. А вам что, постоя не дали-то, а?» «Нет, я вот тут умыря. Только Федор, не знаю как его по отчеству, ушел куда-то. Ну вот и жду я его». «А-а-а-а!» – совсем успокоенно сказал старик. «Отца Федора Климентом звали. Правильные были казаки, Солодовниковы. Ещё отец его брус засованный прибил на ворота снаружи. Всегда, мол, двор открытый для хороших людёв. И Федор в отца тоже пошёл. Рыбак, однако. Знают его и сверховсе и до самого низа. «Почему его зовут по-чудному так, а?» – спросил я. «Известный человек и вдруг на тебе мырь какой-то. И ноги у него кренделями». «Потому-то и мырь, шо он такой известный», – сказал старик. «А ноги ему пулемётом прошили. Аж в шести местах». «Он тогда ещё в Солодовниковых ходил. Рыбаком он стал после прозвища», – сказал чубатый парень. «Верно. И песни хорошо пел. Чем только и был приметный», – сказал старик. «Только раз в город съездил с обозом и привёз оттуда новую песню. Пели её и с трубою, и с гармонью. Ну и запала вот так вот в сердце-то. Весь левый край станицы пел её. С февраля того года начала беднота артель строить. Ой, начало. Я тогда с казаками был. И тоже, простите господи, за непутёвых их считал. Казаки-середняки, конечно, остерегались, да. Петь во не пели, а в артель не шли. И куда идти-то? Там четыре коня всего-то на всего было. На всех. Семян собрали в обрез. Голодовали, в общем. «Ой да, голодовали сильно», – сказал чубатый. «Верно», – подтвердил старик. «Дед Митрий да Молотков Павел померли. Осталось к дождю двадцать. Год был такой тяжёлый, понимаешь. Ни зверя тебе, ни рыбы. А коров у бедноты было только две. И всё. Зарезать хотели. Да мыр этот не дал. Хотел пахать на коровах. Ой, смеху было до слёз». Дед тронул пальцем свернувшегося в клубок на скамейке кота. «А, нос прачит. Это к дождю». Так вот, к тому весеннему дождю остались в артеле двадцать человек. В поле ехать… О, не, сил не было. И опять же, смутянство. Из земли хлеб не вынешь, а ждать нового – это долго. И пошёл разговор. Порешить семена на прокорм, а самим податься в батраки. Ой, серьёзный был разговор. До копьев доходило. И тут и объявился мыр. «Тут, тут», – подтвердил Чубатый. «Как раз в это время». «Бабы из артели», – продолжал старик. «Сшили из трёх бредишков невод, сажений на двенадцать аж. Чехонь ловили и чебаков. Настоящей рыбы не было совсем. Жерех ещё снизу не пришёл. Самы отстаивались. Вода была большая. В престольный праздник гуляли мы на яру, а человек пять из артели тянули невод вниз. Матрёна была, Солодовникова, Пашка Шубин, да, и другие. А на косе вся артель сидела в стороне от нас. И слышим мы шум. Матрёна кричит. «Рятуйте, казаки, рятуйте!» «Шо такое?» – спрашиваем. «Шо-то не то». Вдруг посредине Тони белуга как ударит, воду рассекла аж до самого песка. Невод вырвало. Остались одни крылья. Фёдор с багром бросился, да не успел подбагрить её. Она ещё раз как ударит и от косы прямо в омут пошла. А разве с ней справится, да? А Фёдор не отпускает. Мыр и нет его. Матрёна по песку бегает, волосы на себе рвёт. Ребята из артели будары чалять. Вошла рыба на стрежень шапки. Шапки у Фёдора ж нету. Он же держит? Ага. А рыба зашла на стрежень. И опять мыр и на дно. Две будары на стриме вышли, да здарова белуга не удержать. А в заводе, где Фёдор виден, аж четыре сажени глубины. «Бросай!» – кричим ему. «Бросай!» Но Фёдор не отпускает её. Открыл нож зубами. И опять мыр. До семи раз вот так нырял. Семь раз сердце у меня обрывалося. Ножом он всё же распорол брюхо белуги. Перевернулась она. Выволокли Фёдора, он уже не дышал, а за багор держался. Откачали. «Ты что, говорим, отчумел вообще?» «Да как же я её брошу», – говорит. «Сидим голодные, а тут еды-то на всю артель будет». Первым к нему подошёл Захар Гряднов. Казак был справный. «Пиши. Вартель!» – сказал ему. «Трёх коней, косилку и четырнадцать голов скота передаю. Всё вартель!» Многие тут к Фёдору потянулись, потому что лицом показал он артельное дело. Шестнадцать пудов было в белуге. Шестнадцать! И один человек с таким чёртом справился. Жизнью рисковал за целую артель. «Да, трактор потом прислали», – вспомнил парень. «Трактор-то уже после было», – сказал старик. «За трактором, да, все пошли. Не об этом речь сейчас. Сила какая в человеке явилась эта, а? О себе не думал. Десять лет на яру сидел, песни играл. Ту-ту-ту, там ту-ту-ту, вот это своё. Будару у него в паводок унесло. Посмотрел только и рукой махнул. Плыви, – говорит, – челнок. Ту-ту-ту-ту-ту. Ага. А как о людях стал заботу иметь, так и себя не пожалел». И вдруг из темноты показался Фёдор Климентевич Мырь. Под мышкой он держал корзину, в которой что-то булькало и переливалось. На руках у него висели круги колбасы. «Где был, Фёдор?» – спросил старый казак. «Кооператор обудил», – ответил ему Мырь. «Гость из города приехал. Пойдёмте, казаки, с нами, а?» На этом и заканчивается аудиорассказ. Чё-то я, хлопцы, не сильно понял вообще, кто такой Мырь. «Золотой засов деда в тайге» Автор Алексей Малышев Старые годы придивные были, И жил народ сибирский искренне богато, И золото мыли в наших горах, Цвели окрест Богуная реки, богатые сёла, Ильинка, верхняя и нижняя лебедёвки, Длинная успенка, урожайная сокарёвка. Всех и не перескажешь, забудешь. До смутных времён жил-нетужил в нашей старой сокарёвке Крепкий хозяин Константин. И всё в руках у него так и множилось, так и множилось. Устроил из лучшего леса просторный дом, И двор со всякой живностью. Всё содержал в исправности, в порядке и в богатстве. Счастье на белом свете быстро летит, А горе кривое тащится веками, И нет ему хромому желанного края и конца. Кажется нам, что оно навсегда. А нет. Бывает, как говорится, и на старуху проруха. Пролетели годы благие, да прискакали из Москвы лихие. Свергли со святого престола сначала царя батюшку, а затем и за Господа Бога взялись. Кто тут замечал мелкого человека? Принялись лихие обновленцы прежнюю сытую жизнь потрошить. Вышло по новым порядкам всеобщее разорение. Начались по богатым селам деревням поборы от властей. Выщипали курей, коровушек всех увели, коней добрых угнали, а все им мало. Идет голодное время, есть новой власти нечего, значит, корми. Вскоре затихли пустые хлева да голые подворья. Пришел черед вещам. Обвешается бедняцкий отряд оружием своим и к новой усадьбе крестьянской приступит. Спора тут нет. Обругают кулаком и давай потрошить сундуки да амбары. Платье шелковое часто прямо при хозяйке надевали с прибаутками. Тащили на белый свет шутники, медные самовары, хорошую посуду и все такое. Любили, конечно, и золото. У кого было найти в тайнике. Искали они прекрасно. Ну а что? Времени у веселого бедняка много. Коров не пасти. Цельный божий день бывало усадьбу перетряхивали. Наверняка рано или поздно все ценное повыгребут. Прячь не прячь, а при вот таком особом внимании да и заботе о чужом добре богатстве уже не скрыться. Деревня вся на виду. Переберут чердак, все щели попротыкают. Полы широкие поднимут, погреба глубокие прогребут. Стайки да сараюшки, и те шерстили аж до последнего. Скорехонько являлись на свет заветные тряпицы с царскими деньгами да кольцами-серьгами. Шустро доставали ироды тусклого блеска золотой песочек. Словно нюх какой дал им бог на всякое драгоценное имение. И самородок золотой не упрячешь от них. Все они догадывались. Разорили, разорили. Разорили таким макаром они всех наших поселян. Да-да, всех почитай обобрали до самой нитки. Стали наши люди от хлеба зависеть совершенно. И стали с голоду пухнуть. Придут от властей, прикажут все сдавать ценное. А потом утром на тебе, обыск. Очистят всю избушку, так сказать, для новой жизни. Освободят от старых пережитков царских пожитков. Чтобы не думалось о темном жирном прошлом. Пришли вот так вот однажды и к нашему крепкому хозяину дедушке. Шел про Константина верных слух. Что намывал он в свою прежнюю царскую жизнь на Багунае вдоволь чистого золота. Славился Константин из Сокаревки таким редким даром, талантом. Драгоценности в земле находить. Был он природным рудознатцем. Даже не учился нигде. А видел в хрустальном ручье таежном самородное золото. Мы вот простые люди. Мимо пройдем. Подумаем, что в ручейке блеснуло стекло бутылочное. А Константин узнает настоящий сырой изумруд. Обрадует своих чудесной находкой. А вот именно оттуда и повелось его благополучие. Да видно, пришел ему срок. Подстерегли однажды новые власти красную зорьку. Нагрянули во всеоружие разоблачать, раздевать кулацкую душу. Но, надо сказать, и дедушка не промах тоже был. Почувствовал на своем добре хищные взгляды. Решил еще загодя воспротивиться общему разорению. Закрылся он тихонечко в сарае, ото всех, и домашним ничего не сказал. Мастерил или жег что-то очень долго там. Так и не узнал никто в семье, что же он там делал. Заметила только бабушка, что исчезло из дому все золото. Исчезли и кольца венчальные, и серьги, и запас песочка драгоценного, и крупные самороды. Малкин, неужели снова забьет? Ну! Будто ветром сдуло. И спрашивать она не стала. Хозяин барин, спор нет. Забарабанили поутру в двери архаровцы с наганами да саблями на тощих боках. Смеялись они над стариком кулаком. Открыла им бабуля с молитвой. Отодвинули лихие гости ее подальше и принялись обирать избу с краю. Рылись начальники усердно и копались по всем углам. Трудно им было. Больно богатый дом попался. Вынести сразу все было просто невозможно. Устали сердечные за весь день. Смеялись до самого обеда, но к вечеру задумались. Ладно там, платья шелковые да самовары первыми утянули. Но про самое главное-то ни слуху тебе, ни духу. Пропало кулацкое золотишко. Не нашли. Нет песочка? Да и нет. А где же кольца? Где серьги? Исчезло, что ли, все богатство? А куда? Вызвали архаровцы хозяина на строгий допрос. Вдруг встал рудознатец природный на смерть в отказе. Грозили ему наганами, угрожали всякими смертями. А он затаился. Говорит только одно. Не знаю. И молчит. Хоть убейте. Усмехались поначалу. Штучки кулацкие известные. Не уйти от комбедовских ищеек никому. Протрясли деда хозяина и жарко взялись за дом. Распотрошили на совесть. Отыскали со зла даже мышиные гнезда. Вывернули все до крысиных берлог. А сокровищ золотых нет нигде и нету. Ищите ветра в поле. Наставили под вечер на деда упрямого страшный наган. И щелкнули даже для страстки. И все зря тебе. Молчит кулак. Словно воды в рот набрал. Порешили тогда отправить его в уездный застенок для несговорчивых. Авось выбьют там из него золотишко. Отправить-то легко туда человека. Да обратно дороги уже не было. Пропал наш дедушка хозяин. Где-то на исправительных каторгах. Пришло еще чудом от пропавшего единое последнее письмо. Весточка. Пишет, просит наш родитель, чтобы исполнили родные его последние желания на этом белом свете. Сберечь дом и никогда его не продавать. Во веки веков. Запомнила верная жена из этого письма те заветные слова. Не горюйте, мол, обо мне. А только главное, дом наш ни за что никому не продавайте. Никогда. Как бы ни было тебе, дорогая жена, трудно и голодно, дом мой твоим должен быть. Это моя последняя воля. Прощавайте. Претерпела семья рудознатца много всякого горюшка. Быстро беда за бедой налетела. Кипела жизнь котлом. Успевай только уворачиваться. Такие щепки на всю державу летели. Вернулась его семья в родной дом из ссылки полными новыми людьми. Голыми да босыми. Запряглись понемножку лямку в местном колхозе тянуть. Тащилось новое житие бытие, бедняцкое веками, а не днями. Скучать некогда было. Да куда там. Свести бы концы с концами на кусок хлеба-то. Привыкли только к такой тощей жизни. А тут мира не стало. На тебе. Вдруг война пришла. Подмела хозяев со дворов. Работали за троих. Победили наконец. Вздохнули хоть немножко. Вот и выросли в доме внуки-правнуки. И от войны еще лет двадцать пять миновало. Показалось уже, что во веки нищету не прогнать. Тут-то и открылась дедушкина золотая тайна. Думать нельзя было за много бедных годочков про какое-никакое новое жилище. Поесть-то дай, господи. Досы-то. Не до жиру. Быть бы живу, как говорится. Помещались потому все три поколения от нашего дедушки в одном том самом старом доме. И одной дверью они все пользовались. Привыкли так жить. И некогда было к привычным вещам присматриваться. А вдруг однажды, по случаю, заметили такое странное дело. Сделалось что-то с дверной дедовской задвижкой. Светлеть начала она от многолетнего передвижения. Надо сказать, что в Сибири у нас издревле такие толстые да крепкие засовы на хуторах любили делать. Закрывались ими надежно на темные времена. Известное дело таежное. Бывает и медведь пожалует. Забредет и лихой человек. Хоть и редок он в наших местах. Но такое тоже бывает. Ковали такие прочные засовы кузнецы молодцы в жарких кузницах на вечные времена. На века, так сказать. И не было их работе никакого сроку времени. Ржаветь даже не ржавели. Хорошая работа. Старинная. А тут на тебе случилось неладное что-то. Желтеет засов. Год от году. Желтеет и желтеет. Открывают им дверь скрипучую и закрывают. А засов все светлее и веселее в сенцах. Поблескивает на солнышке. Вдруг ближе к нашему времени упал на него лучик от летнего солнышка. Что тут началось? Засверкал, заблестел длинный пояс в палец толщиной. Засеял прям сам собой. Да не по железному, а ли по медному. А засверкал прямо таки по золотому. Удивились правнуки нашего деда. Стали трогать осторожно старый засов. Нашелся среди них догадливый и ушлый паренек. Заспорили отец да сын паренек меж собою. Мол, из чего же их дверная задвижка ковалась-то, а? Даже на медь мало походит. А про другое и подумать они не смели. Вспомнил отец, что когда бегал он теми дверями еще мальчонкой, то видел сам, что засов наш был черный совсем. Черный причерный. Стало быть, тогда нельзя было отличить эту вещь от железной. Деревенское-то железо все тогда на чугун походило воронеными боками. Видно, скрыт здесь секрет какой-то, а? Возник тогда у всех к старой задвижке интерес. Взялся за таинственную задвижку наш ушлый паренек, да и вынул вещи из железных петель. Показалось сразу она ему очень тяжелой, не по виду тяжеленная какая. Тянет к земле руку, как свинцовая грузила для рыбалки. «Эк, не видаль!» Глядит на полосу паренек. А засов так и сияет, так и сияет. Пускает от солнца желтые зайчики. И стерся, видать, за полвека. Заметно на нем от кустарной работы в ямках чернота прежняя. Ясно видно, как сходит темное понемногу, и самое яркое желтое зеркало являет повсеместно. Золото, батюшки святы, не поверил бы ни в жизнь, а вот оно в руках у паренька гирой пудовой кажется. Они и взвестили дивную вещь, не поленились. Как глянули, так и ахнули. Хоть и невелика она с виду, а в ней вес еще тот. Четыре килограмма металла. Это четверть пуда по-старому. Взяли, проверили и содержание. Оказалось, все как и есть, чистым золотом сокровищем. Обрадовались бедняки несказанно. Пришли ведь уже другие времена. Разрешили уже золото сохранять. Не отнимут. Не обидел уже никто наследников дедушкиного подарка. Никто не посмел. А правнуки даже и не хвастались. Запомнили, видно, дедовский урок. Отпраздновали они находку золотую широко, без скупости постылой. Вышло нашему славному предку, герою, прекрасное вечное напоминание. Недаром положил он свою жизнь в застенках. Спасал от лютой нищеты внуков-правнуков. Отпраздновали, отдохнули душевно. Что ж плохого колесами люди, хорошие да работящие? Во славу Божию! Словно зарплату за всю эту новую жизнь получили. Мёд, пиво пили. По усам текло, да и в рот попало. Думали, гадали, как же дедушка в лихолетии такое так устроил всю эту тайну, что никто даже и не нашел-то, а? Думается нам, как закрылся природный рудознатец в тот чёрный денёк накануне обыска в сарае. Так сразу и развёл жар в печи, да красна добела. Уложил все серёжки да колечки бабушкины в железный ковшик, да и переплавил сокровища те вместе с песочком золотым, да и крупными самородками. И слилось всё ценное в одну широкую полоску. Вышел из жаркой печи на Божий свет вылитый засов. Пока ещё отливка горяча была, присыпал её умелец чем-то чёрным снаружи и немного прикоптил сверху. Знал, видно, как сделать. И был не промах. Слепил саму форму-то с настоящего, прежнего засова. Один в один. Встала потому и новая задвижка, как влетая на своё прежнее место в железные скобочки петли. Не заметил даже никто в доме. Никто не заметил подмены целых полвека. Искали и разорители золотой запас везде повсюду. Да, видно, бывает и на старуху проруха. Хитро посматривал на них природный ирудознатец Константин. Знал, за что страдать и помереть ему придётся. Вечная ему память. А лихолетий потом всё крепчало. Вымерли от смутьян малые сёла. Добрые деревушки хлебосольные. Вроде сокарёвки да и линки. Но дай срок. Жизнь, она не кончается. Жизнь, она же ведь продолжается. Поднимутся снова на славном таёжном чернозёмье Крепкие хутора. И запоют на заре петухи. Будут добрые люди жить от природы да и радоваться. Только бы ума хватило дедов, да царей не ругать. Достался правнукам от них драгоценнейший на все века подарок. Сокровище сибирское. Золотой засов. На этой ноте и заканчивается этот аудиорассказ. Слушайте также и другие мои аудиорассказы по ссылке в описании. Там есть целая библиотека. Плейлист называется «Все мои аудиокниги». Я думаю, вы там точно найдёте для себя ещё что-нибудь интересное. Автор Гусаченко Геннадий Григорьевич. Оттепель в марте. Тайга. Над бледно-голубыми кольцами сихоте оленя Катилось закату мартовское солнце. Огненно-красный шар, сверкая своей позолотой, Всё ниже опускался к вершинам гор. И неровная зубчатая кайма, Кайма горизонта, багровела. Окрашивалась в розовые, лиловые тона. Пурпурно-алые лучи, по-вечернему скупые, На уже по-весеннему тёплые, Струились на крутые склоны. Наполняли радужным светом незамерзающие ручьи и распадки. От их ласкового прикосновения набухал, размягчаясь, Рыхлый снег на деревьях. На крышах таёжного посёлка, окружённого синими сопками, С зелёными пятнами кедрачей и ельников. За порыжелыми наличниками избушек громко чирикали, Устраивая ссоры вездесущие воробьи. Тонкие прозрачные сосульки срывались с почерневших карнизов И звонко разбивались о заваленки. В крайнем доме, уныло глядящим на лес, Двумя низкопосаженными оконцами, Одиноко жил бывший охотник, Промысловик Тарас Кочтов. Прошлой осенью его жена Анастасия простыла, Полоская в речке бельё. И слегла. Тарас в ту ненастную пару белковал за Орлиным перевалом, Удалённым от посёлка на сотни километров. Вернулся домой только через месяц. Анастасия умерла прямо у него на руках. Так старик и остался один. Однако соседи его не забывали, Заходили проведать. Коротали вместе долгие зимние вечера. А Тарас радовался гостям, Выставлял на стол солёные грузди, Копчёное сало, хлеб И вишнёвую настойку. Торопливо он разливал вино в эмалированные кружки И первым выпивал. Со стороны могло показаться, Что он по жене даже не горюет. Но внимательный человек Всегда замечал Затаённую скорбь в его глазах. В глазах старого охотника. «Эх, ёшкин свет! Да шо мы, флотские или нет? Я сейчас! Мигом я! Щас!» Вскакивал из-за стола Тарас И нырял в погреб за очередной бутылкой. Ноль, тридцать два, ноль два два д- И ноль. Продолжение следует... Продолжение следует... С детства привыкший к звукам и запахам леса, Мичман Кочетов долго колебался. Что же ему выбрать? Море или тайгу? И то, и другое ему было дорого. И он решил, наконец... Пойду поохотничаю немного, а там уже видно будет. И это его немного затянулось у Тараса почти на сорок лет. Он промышлял в тайге и мечтал о море, Но всегда находил причину не уезжать из поселка. То дети маленькие, То появилась надежда на удачливый промысловый сезон. Так он дожил до пенсионного возраста. Долгими однообразными днями Старый охотник бродил по двору, Что-то подправляя в своем немудрящем хозяйстве, И частенько прикладывался к бутылке, Пытаясь заглушить вином Безмерное свое горе и тоску. Хмель, однако, не брал крепкого здоровьем таежника, И, упав на кровать, Тарас подолгу лежал, Уткнув свое лицо в подушку. Ему не хотелось о чем-нибудь думать, Но против воли Мысли возвращали к счастливому времени, Когда дома встречала его с охоты Анастасия. Приносила в горячую баню Свежее белье И ковш холодного ядреного кваса. Потом накрывала на стол, И они ужинали, Неспеша пили чай с малиной, И говорили, говорили О том, что вот она, Жизнь-то, Как быстро же она бежит. Сын Сережка вон уже в звании полковника, А младший Иван Капитанит на Сейнере. Дочь Надя тоже в люди вышла, Главный врач в поликлинике. А давно ли, кажись, Котятам на щенят Лапы перематывала, Играя в больницу-то, Вроде бы как совсем недавно было, А теперь вон у самой Двое ребятишек. Анастасия приносила письма, Раскладывала по числам. Это от Надюшки, От Сережки, А это от внучки Катеньки. Да, это от внучки Катеньки.